МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости 24 в эфире на канале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел рабочие встречи с руководителями городов Южно-Сухокумска и Каспийска. Преимущества выездной станции оформления документов в Хадж и где находится этот мобильный пункт в материале наших корреспондентов. 21 мая в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева пройдет очередное бойцовское шоу компании Fight Nights Global. Рамазан Абдулатипов провел рабочие встречи с руководителями муниципальных образований городов Южно-Сухокумска и Каспийска. Вопросы социально-экономического развития, налогового поступления, реализации инвестиционных проектов. В ходе встречи глава республики потребовал от руководителей муниципалитетов отчет о проделанной работе. Подробнее расскажет Атикат Магомедова. В рамках реализации приоритетного проекта обеления экономики обеспечен прирост собственных доходов. Говоря о развитии города, глава Южно-Сухокумска отметил, что решаются вопросы дошкольного и школьного образования. Строится школа на 500 учеников, идет реконструкция социальных объектов. Большая работа проводится по благоустройству города, дорог, парков, дворовых территорий. Положительные сдвиги и в вопросах развития промышленности. Производство ветроэнергетических установок как раз и планируется там, как инвестпроект. Да, мы рассмотрели в правительстве, было большое заседание комиссии. Мы хотим придать статус приоритетного проекта. Инвестор есть, полностью 100% частные инвестиции. Это производство должно заработать к концу 2019 года и даст 50 рабочих. Особое внимание глава республики поручил уделить инвестпроектам. Речь о социально-экономическом развитии пошла и в ходе встречи с главой города Каспийска. В городе проделана большая работа, похвалил Рамазан Абдулатипов. Но многое еще предстоит сделать. К примеру, в вопросе развития малого и среднего бизнеса. Каспийске – тысячи возможностей для развития малого бизнеса. Просто надо людям открывать эти возможности, помогать им, содействовать, и чтобы они были заинтересованы открыть свой бизнес и стать на налоговый учет. Положительная тенденция отмечена в городе по налоговым сборам, данные которых превысили стопроцентные показатели. Глава муниципалитета отчитался, что в городе нет задолженности по заработной плате и коммунальным услугам. Идут работы по реконструкции водоочистных сооружений. Мы сейчас завершим водоочистные сооружения на 30 тысяч кубов. Мы в этом году должны закончить. И кроме этого была проблема с водоотведением. Тоже мы получили, помогли с республиканского бюджета 15 миллионов. Сделали ГНС, главная насосная станция. Абдулаев отметил, что в текущем году 25 многодетных семей получили земельные участки. На очереди еще свыше тысячи семей, где трое или более детей. А земель на балансе города недостаточно. Вообще разговора о выделении земли людям не должно быть. Мы на поле живем. Понимаете? Надо все это выделять. Туда дорогу надо делать, газ провести, если бы нормальная власть. Вопрос очень важный для народа, отметил глава республики. Поручил реализовать постановление правительства о расширении городских территорий. Глава поручил руководству города не сбавлять, а лишь наращивать темпы. Атькат Магомедова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Качественная работа преподавателей – залог успешных учеников в будущем. В здании управления образования Махачкалы прошло открытие педагогического семинара «Образовательный диалог», в рамках которого состоялось открытие Центра педагогического мастерства, деятельность которого будет направлена на повышение квалификации педагогов Дагестана. Мероприятие началось с пленарного заседания, которое открыл глава города Махачкалы Муса Мусаев. Он отметил, что педагоги занимают важное место в развитии детей, в формировании их как личности. Поэтому каждый преподаватель наряду с родителями несет ответственность за подрастающее поколение. Я считаю, что заслуга 51% – это заслуга личной победы педагогов, когда он выпускает в народ, выпускает в стране достойного ученика, как минимум с базовыми знаниями образовательного процесса. В ходе пленарного заседания заместитель председателя правительства Республики Дагестан Екатерина Толстикова подчеркнула, что за время пребывания в Дагестане встретила немало хороших педагогов не только в Махачкале, но и по всей республике. Министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов отметил, что Дагестан отличается большим потенциалом в сфере развития образования. Сегодня Дагестан отличается тем, что наибольшее количество образовательных организаций – это 1450 общие образовательные организации. Около 900 учреждений детской образовательной организации. Более 40 тысяч учителей работают только в сфере общего образования. И поэтому здесь очень большой потенциал, очень большая количество людей, которые задействовали систему образования. Семинар проводился с целью повышения качества образования в Республике. В нем приняли участие ведущие методисты департамента города Москвы, руководители образовательных организаций и учителя. В течение семинара в школах Махачкалы и Дербента пройдут мастер-классы и выступления как московских, так и дагестанских методистов и учителей. Это очень значимое событие для города Махачкалы, и не только для города Махачкалы. Сегодня 15 лучших учителей города Москвы, департамента образования, приехали, чтобы поделиться опытом с нашими педагогами города Махачкалы. Сегодня в 10 школах будут проводиться мастер-классы лучшие учителя города Москвы и лучшие учителя города Махачкалы. В рамках семинара на базе управления образованием города Махачкалы состоялось открытие Центра педагогического мастерства. По словам организаторов, он станет еще одной площадкой повышения квалификации для дагестанских педагогов. В дальнейшем здесь будут проходить мастер-классы победителей конкурса педагогического мастерства и приглашенных экспертов, а также круглые столы и другие мероприятия. Сегодняшнее событие, открытие этого методического центра, несмотря на то, что он открывается на базе все-таки городского управления образованием, оно будет иметь большое значение в целом для республики. Значение прежде всего для повышения качества образования, потому что качество образования невозможно повышать без повышения квалификации наших педагогов. Дело в том, что в послании Федеральному собранию президента Российской Федерации и в послании парламентариям Республики Дагестан нашего главы Республики Дагестан Рамазан Агаджи Мурадовича красной нитью проходят эти вопросы, проблемы повышения квалификации педагогов, учителей, врачей. В течение года в Центре педагогического мастерства пройдет ряд мероприятий, направленных на повышение качества преподавания педагогов республики, за которыми при помощи интернета в режиме онлайн смогут наблюдать все учителя Дагестана. Дагестанским паломникам в Мекку получить загранпаспорт стало проще. Сотрудники управления по вопросам миграции МЭД по Дагестану возле Центральной Джума-Мечети Махачкалу установили мобильный пункт для оформления документов. В чем преимущество выездной станции, выяснял Гамзат Нурмагомедов. Ежегодно более 6 тысяч дагестанцев отправляются на святые земли Мекки и Медины для совершения хаджа. Количество заявителей на получение заграничных паспортов в период паломничества увеличивается в разы. Для облегчения оформления документов, Управление по вопросам миграции организовало работу мобильного пункта. Мы оказывали госуслуги, чтобы люди, которые пришли к нам за госуслугами, уходили от нас с одним словом, словом благодарности, чтобы они нам говорили спасибо. В течение месяца с 9 часов утра сотрудники консультационного пункта будут обслуживать не только паломников, но и всех желающих. Для этого необходимо иметь при себе квитанцию об оплате госпошлины и российский паспорт. Остальную работу сделают за вас. Преимущество таких пунктов заключается в том, что до них гораздо легче добраться. И не образуются такие томительные очереди ближе к сезону хаджа. Число преимуществ относится не только упрощенная подача заявки, но и цифровое фото на месте. Через месяц после подачи документов остается только обратиться в Управление по вопросам миграции за готовым загранпаспортом. Для паломников на месте получения документов будет организована специальная приемная. Конечно, мы очень благодарны руководству УВМ МВД Республики Дагестан, Магомед Рамазанович. Мы непосредственно перед этим встречались и было такое предложение, на которое мы с удовольствием откликнулись. Организовали вот это место. Я думаю, что оно в центре города, рядом с центральной мечетью, оно будет удобно для и будущих паломников, и для желающих получить загранпаспорт. Такая практика по словам Хабибова применяется впервые и только в Дагестане. Передвижные мобильные пункты будут выезжать во все районы республики и оказывать государственные услуги по линии МВД. Гамзат Румагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Республику Дагестан с официальным визитом прибыл известный ученый-богослов, доктор шариатских наук, хафиз, специалист по исламскому вероубеждению, шейх Сейф Али Аль Асри. Известный ученый принял участие в пятничном богослужении в центральной джума мечети Махачкалы. Богослов выступил с проповедью перед прихожанами, рассказал о ценностях наступающего священного месяца Рамадан. Обращаясь к верующим, почетный гость республики отметил, что Всевышний Аллах в этот месяц Рамадан приумножил благие деяния, так как это милость Создателя для всех людей. В конце проповеди ученый призвал мусульман проявлять активность в совершении пожертвований нуждающимся в помощи. В частности, сейф Али Али Асри затронул тему тяжелого положения сирийского народа. Я слышал, что по республике Дагестан в мечетях организовывают сбор средств на пожертвования братскому народу из Сирии. Мы знаем, в каком тяжелом положении они находятся, что каждый из них нуждается в нашей помощи. Всевышний Аллах в священном Коране часто призывает нас к тому, чтобы мы тратили свое имущество на пожертвования. Поэтому, дорогие братья, я тоже призываю вас не оставаться в стороне. В отдел полиции города Дербент поступил звонок, в котором сообщалось о нападении на женщину. Звонивший сообщил, что инцидент произошел в одном из магазинов дачного поселка в пригороде Дербента. Причиной нападения послужила ссора между мужчиной и продавцом магазина. С места событий Камиль Девятов. Разрисованный татуировками мужчина, которого вы видите на экране, не ссались группы Black Star Mafia. Наколки в виде звезд и надписи на теле говорят сами за себя. После того, как подозреваемому мне хватило денег, чтобы купить закуску к выпивке, между ним и продавщицей магазина произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Последствия дебоши видны невооруженным глазом. Кровь на полу, рядом нож, орудия самообороны. Все это дело рук Рамазана Вагидова, напавшего на продавщицу. Приехав на место, осмотрев все, принялись меры по задержанию не установленца. В нами была получена информация, что это совершил житель города Дагогней. В ходе дальнейших выяснений обстоятельств мы установили данный гражданин. Им оказался Вагидов Армазан Аблу Гусейнович, 1975 года рождения, ранее неоднократно судимый за кражи и другие преступления. Данный гражданин был нами задержан. По данному факту был собран материал и возбуждено уголовное дело. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент. Короткий обзор новостей сегодня представляет Абдулла Алиев. В столице Дагестана 8-летнего мальчика покусала бродячая собака. Мальчика с укусами на шею и лице доставили в одну из больниц Махачкалы, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Пострадавший находится в удовлетворительном состоянии, серьезных ран медики не зафиксировали. Южную автостанцию Махачкалы перенесут в пригород. Власти Махачкалы намерены перенести южную автостанцию города на новый участок в пригороде. Послам мэра Махачкалы Мусы Мусаева к данному участку будут подведены коммуникации и создана соответствующая инфраструктура. Телекомпания BBC покажет документальный фильм о красотах Дагестана. Уникальные памятники природы Дагестана получат освещение в документальном фильме телекомпании BBC о достопримечательных местах России. Сценаристом выступит Саймон Ри, в работах которого чаще всего отражены нынешняя ситуация в регионе и уровень развития экономики, в частности туризм. Четыре боевика ликвидированы в Дагестане. В селении Карамахи Буйнакского района республики силовики в ходе боеконтакта ликвидировали четырех боевиков. Установлено, что указанные бандиты представляли собой остатки так называемой Кадарской банк-группы, организационное ядро которой было ликвидировано в 2016 году. Немного о спорте. 21 мая в Каспийском дворце спорта имени Али Алиева пройдет очередное бойцовское шоу компании Fight Nights Global. В преддверии турнира участники главных поединков провели открытую тренировку. За процессом наблюдал мой коллега Курбан Рагимов. Традиционная открытая тренировка собрала бойцов ММА, которые уже через несколько дней покажут дагестанской публике свои очередные поединки. Здесь спортсмены демонстрируют свою стопроцентную готовность и мастерство, отрабатывают коронные приемы и основные комбинации. В главном поединке вечера сойдутся выходцы из Дагестана Абусупьян Алиханов и Халид Муртазалиев. Оба бойца провели по два успешных поединка в рамках гран-при в среднем весе и получили право оспорить вакантный титул организации. Отметим, что спортсмены прежде уже встречались между собой. Около двух лет назад раздельным решением судей победу праздновал боец Куба Иглс ММА. Спустя некоторое время бойцы уже успели подружиться, однако погоня за титулом вновь свела их пути. С другом уже дерусь. Ну, как посмотрим, настроимся на бой. Будет тяжело, наверное, но все равно это спорт. Нам нужно биться за титул. И он тоже хочет выиграть этот титул. Я тоже хочу выиграть этот титул. Поэтому мы, наверное, побьемся за этот пояс и потом уже пожмем руки и будем дружить и помогать друг другу в дальнейшем готовиться. Это наш, наверное, последний бой. Каждый из бойцов провел хороший тренировочный лагерь. Для 23-летнего представителя крепости Халида Муртазалиева этот бой станет неплохим шансом взять реванш за единственное поражение в карьере. Подготовка прошла нормально. Начал в Таиланде. Вот завершаю в Дагестане в клубе «Горец». И сагонка тоже проходит нормально. Осталось еще пару килограмм. И до завтра я уже сгоняю вес. И на дышание уже войду вес сначала. Честно говоря, в очень хорошей форме подхожу к этому бою. Очень длительное время готовился. Я думаю, в своей лучшей форме я подхожу к этому бою. Оба спортсмена крайне мотивированы на победу и готовы к любому сценарию битвы. Решение провести этот бой именно в Дагестане вызвало немало вопросов у болельщиков. Но компания «Файт Найтс» дает свое объяснение к проведению поединка именно на территории нашей республики. Я думаю, любая сторона, которая в итоге примет поражение, нужно проявлять свои эмоции и понимать, что это всего лишь спорт. На самом деле, оба бойца достойны. Они претендуют стать чемпионами, одни из лучших в мире. Но чемпион будет один. На самом деле, это логично, что бой пройдет здесь. Бойцам может быть тяжело в плане психологии, драться перед родной публикой. Но с другой стороны, публика хочет этот поединок. На турнире ожидается выступление экс-бойца UFC Гасанова Малатова. Своими боями родную публику также обрадуют проспекты Шамиль Амиров, Умар Нурмагомедов, Айгун Ахмедов, Магомед Муров, Шарамазан Чупанов и другие. Напомним, что турнир «Файт Найтс Глобал-66» состоится 21 мая во Дворце спорта имени Али Алиева. Начало в 17.00. Курман Рагимов, Магомед Зурканаев, телеканал НМТ, Махачкала. Ну и напоследок, курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 16 копеек, евро 63 рубля 64 копейки. На этот час у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»